Виталий, приветствую тебя. Сегодня после дебатов по горячим следам того, что наговорили Байден, Трамп, мы с тобой следим за финансовыми рынками, честно говоря, я настраивался на куда более интересные движения, на какую-то мощную динамику, бычью, медвежью, неважно, чтобы волатильность была, но потому что все-таки событие политическое такое, мы прекрасно понимаем, какие будут непредсказуемые выборы, в том числе из того, что голосование будет частично дистанционное, пожалуйста, открывается очень много возможностей для фальсификации, как и со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, и точно будет очень много в возни, результаты мы узнаем не скоро, вообще говорят то, что выборы пройдут в начале ноября, а результаты, знаешь, вот такая прям президент США, то есть такая новость появится даже ближе к концу уже года. И в этой неразберихе, в этой политической неопределенности мы продолжим существовать как трейдеры и спекулянты, это может быть и плохо, то, что неопределенность будет, но с другой стороны это ведь хорошо, потому что чем больше вот такой шумихи на финансовых рынках, тем больше шансов увидеть нам что-то стоящее и интересное. Плохо, когда рынки вялые, когда монотонные двигаются в рамках какого-то узкого коридора, вот тогда становится скучно. Мы пришли на площадки, чтобы зарабатывать, а зарабатывать возможно только на трендовой динамике. Ну что, давай тогда подведем итоги и быстренько так пробежимся, потому что было в прошлый раз, я считаю, что сейчас это уместно, еще и потому, что у меня несколько идей, они как бы продолжают транслироваться, и в целом хочется сделать акцент вот и с позиции фундамента. Что там у демонстрации экрана тогда? Момент. Так, в прошлый раз основной акцент я делал на американскую валюту. В принципе, очень много роликов, которые мы с тобой совместно записывали. В этих роликах я говорил всегда о поведении американской валюты, потому что, ну, мне нравится этот инструмент очень сильно. Я считаю, что с индексом доллара нужно работать, потому что, во-первых, это тот актив, который позволяет находиться в сделке в течение длительного периода времени, при этом никаких свопов в качестве бремени нет. Ну и потом, что бы ни происходило на финансовых рынках, индекс доллара ведет себя более-менее консервативно. То есть здесь нельзя как бы прогореть, если что-то пойдет не так, потому что даже на мощный интенсивный фон, какой-то хаос, ну, максимум, что показывает индекс доллара, это, ну, процент чуть больше. Поэтому здесь, может быть, даже не соблюдая привычные правила риск-менеджмента, можно сидеть столько, сколько нужно и ждать отработки как бы долгосрочного посылка, который закладывается в основном трейда. По индексу доллара, друзья, я рекомендую все-таки оставаться в коротких позициях, потому что, наконец-таки, мы с начала этой недели снова наблюдаем за продажами. Я рассчитывал на то, что эти продажи значительно ускорятся, усилятся по факту прошедших дебатов. Но вот, на мой взгляд, дебаты, которые были, в них победу одержал не Трамп, а Джо Байден, потому что очень много стоящих комментов с его стороны, да и, в принципе, опросы сейчас общественные показывают то, что вероятность победы Трампа, если раньше была 42%, то есть, можно сказать, на вечер вчерашнего дня, а сейчас уже, точнее, 42%, а сейчас уже 40%. То есть, он действительно не дотянул, не создал прецедент, когда большая часть сомневающегося электората все-таки поверила бы в курс республиканцев. Но все равно индекс доллара сейчас остается под давлением. Это обусловлено тем, что мы ждем решения от Конгресса по новым мерам экономического стимулирования в пятницу, еще статистиковые по non-farm payrolls. То есть, мы с тобой поговорим уже о ней на следующей неделе. Я настраиваюсь на плохие цифры. Я очень рассчитываю то, что Конгресс согласует новый антикризисный фонд, потому что статистика плохая, ситуация с пандемией, вы все, друзья, это прекрасно знаете, явно следствует о том, что экономике нужны деньги. Поэтому по индексу доллара я предлагаю все-таки сидеть в коротких позициях. Можете искать, это такой посыл технарям сейчас, которые опираются на конкретные уровни, индикаторы, искать точки, но только для продаж. Я почти не сомневаюсь, что мы снова уйдем ниже 92,5 и даже 92 пунктов. Но вот как быстро это произойдет, я, к сожалению, не знаю. Это все зависит от того, как быстро Конгресс согласует новые деньги. Еще было несколько комментариев про перспективы евро. Несколько раз подряд я на евро обжигался, но все равно не терял надежду все-таки заработать на росте, потому что верил, опять же, в слабость доллара. Ну и, соответственно, продолжаю верить. Если европейская валюта выросла, у нас была сделка покупки с отметки 1,1650, мы, соответственно, остаемся в лонгах, ждем еще большего роста и движения выше отметки 1,18. По фунту давай оставим такую же сделку, как в прошлый раз. Там был ордер селс-стоп с отметки 1,27. Фунт, на мой взгляд, так и останется особняком среди всех рисковых инструментов, потому что фунтом сейчас спекулируют активно вбросами новостей по Брэкзиту. Есть позитив, фунт растет. Нет позитива или, напротив, снова сомневаются в возможности заключения какого-то компромисса по торговой сделке. Фунт валится. Но из-за того, что сейчас в Англии вновь жесткие ограничения, которые уже начали сказываться на экономических условиях и впоследствии станут причиной еще большей просадки экономики, я склонен полагать то, что фунт все-таки останется в числе аутсайдер. Поэтому, друзья, сделка прежняя. Селс-стоп 1,27. Ждем движения к отметке 1,25. Стоп-росс 1,27,60. И сегодня, Виталий, я бы обратил внимание на фондовый рынок. Опять же, хорошо, что сейчас вот часовой таймфрейм. У меня есть индикатор, который я в значимости которого не сомневаюсь. Это скользящая средняя, 137-й период. Вот мы практически до нее достигли. Ну, чуть-чуть вот не хватило. Обычно я открываю сделки при такой технической формации, когда скользящая средняя чуть-чуть пробивается, то есть тестируется. Я поставил уровень, выделил здесь 3270 по S&P. Это, соответственно, уровень для отложки buy limit. Если мы доберемся на просадки рынка до этого значения, покупаем стоп-лосс 3,200 и перехай, точнее, цель по тейк-профиту в три раза больше, чем стоп-лосс. Это, соответственно, 210 пунктов. То есть целевое значение будет уже поближе к отметке 3,500. Я верю в рост фондового рынка, потому что даже несмотря на неудачные дебаты Трампа, на мой взгляд, шансы, что именно он станет президентом, все-таки больше. А он тот человек, который ассоциируется с ростом капитализации фондового рынка. Да и к тому же я уже сказал, что чем быстрее Конгресс даст новые деньги, тем больше будет шансов и условий для роста американского фондового рынка. Виталий, слово тебе передаю. Видно? Да, отлично. Итак, всех приветствую еще раз. Ну, по поводу твоего комментария, скажем, что дебаты были такие, скажем, скучные. Это, возможно, нет уже пороха. Да, как говорят. Я еще не смотрел дебаты, но, скажем, посмотрим. Итак, по поводу рынка. В прошлый раз, когда ты давал сигнал по евро-доллару в лонг, я также давал комментарий по евро-доллару, что у нас возможен лонг. Пока сильных сигналов не было, была только дивергенция на четырехчасовом там фрейме по евро-доллару в лонг. Но каких-то торговых моделей не было в понедельник. Я давал своим подписчикам лонг идею, что евро смотрится вверх вчера. Тоже был сигнал, скажем, не самый сильный, потому что, ну, был небольшой такой импульс в понедельник наверх. Было поджатие. Почему я давал здесь такие локальные повышения? Оно шло в минимум, все время было выше-выше. Я вчера дал идею в лонг. Мы, в принципе, уже часть закрыли, без убытки сидим по сигналу с ребятами. Сейчас придерживаюсь, что, в принципе, лонг возможен. И он, скажем, ну, нам бы желательно пробить по евро-доллару 17.55. И, скажем, здесь сильный уровень сопротивления. В этом районе это была ранее сильная поддержка. Мы ее пробили. И сейчас, если мы зайдем за уровень 1.17.55, там закрепимся, плюс тренд локальный идет вниз, то здесь откроется дорога достаточно сильная в район 1.20 и, возможно, выше, скажем, в таком ситуации. Поэтому можно здесь искать на пробой точки входа. Или, если будет какой-то откат хороший, тоже нужно смотреть, при откате покупать. Но, скажем, я бы ждал, если будет откат более глубокий, что будет формироваться, чтобы не было, что сегодня условно там какие-то новости выйдут в моменте покупки, почему я не люблю сильно скинуть, и, допустим, будем перебивать вчерашний минимум, то здесь уже откроется какая-то дорога вниз по евро-доллару. На текущий момент пока сохраняю идею в лонг и поддерживаю тебя, что здесь потенциал есть достаточно сильного роста. Аналогично как с индексом доллара. Они достаточно похожие. Евро чуть-чуть более, скажем, резко вчера ушел вниз по сравнению с индексом доллара. Но он, как ты отметил, такой более вьялый этот индекс и не такой волатильный, как евро-доллар бывает. И плюс здесь аналогично нету свопов. Это очень большой плюс. Я тоже подчеркну, так как вот если торговать большим объемом, а большим объемом можно торговать в том случае, если есть большой депозит, плюс если даже небольшой депозит, но с очень коротким стопом, то такие инструменты, как евро-доллар, доллар-франк и другие, эти свопы иногда съедают достаточно такую долю прибыли. И если сделка не идет в нашу сторону, то увеличивает УБ, так скажем, как в таком случае, если в сторону против минусового свопа. Это что касается евро-доллара, мой комментарий. Что касается моих идей, в прошлый раз я давал идею в шорт по нефти. Это понедельник. В этом диапазоне давал рекомендацию в шорт. С целями 39, вот этот минимум. И дальше, если будем проходить 39, падать в район, скажем, где-то примерно 36-30, вот там плюс-минус, вот сюда. Мы, скажем, в тот понедельник сразу не ушли вниз, а чуть-чуть подросли по нефти. И мы даже сделали небольшой перехай вот этого максимума в районе там 40-70. Стоп я ставил по рекомендации примерно 40-80. Хай был 40-79, там один цент не добило. Там уже как посчитать, сработал стоп, не сработал. Если учитывать вот эти, как их называются, спреды, в принципе, там стоп мог сработать. Но, в принципе, идея достаточно неплохо отработалась. Я еще своим подписчикам также давал там и бренд шортить. Мы стоп чуть-чуть повыше ставили. Там не выносили вот такой хай, который был у нас 23 сентября. Поэтому неплохо нефть ушла. На данный момент кто там шортил нефть, можно удерживать ее. Часть обязательно фиксировать, без убытки сидеть и ожидать по возможности, что мы уйдем пониже. И нужно наблюдать, конечно. Ситуация может меняться там в течение, я думаю, там 3-4 дня. Если мы все-таки структура вот этой проторговки, если мы будем удерживать уровень 39, будет какая-то лонговая, нужно будет выходить и уже там даже, не исключаю, переключаться в лонг. Но пока удерживать идею шорт по данному инструменту. Плюс по S&P 500 очень похоже, как евро-доллар. Мы сделали такой импульс в сторону глобального тренда. Тот, который я ожидал. Еще кто смотрел в пятницу обзор на Markets, я говорил, что здесь возможные лонги по S&P 500. Здесь была дивергенция на 4-х часовиках. Вот сейчас мы ее покажем. Вот очень красивая здесь получается. И мы неплохо отросли. В моменте я не буду советовать здесь лонг, потому что посмотрел бы, как здесь мы проторгуемся. Если хорошая будет проторговочка, я думаю, это на среда до пятницы, там в обзоре на Markets, или там с понедельника на битве уже более уверенную рекомендацию дам лонг. А пока перспектива есть на рост, и рисуется картинка на рост. Поэтому подытожим на сегодня. Комментарии по S&P пока лонговые. Скорее всего, евро аналогично лонговые, и нефть пока шортовая. Это в таком формате у меня будет. Спасибо, Виталий. Следим. Традиционно. Следующая встреча в понедельник, уже после нонфармов. Надеюсь, будут новости уже и по какому-то решению о новых стимулах со стороны Конгресса. Короче, как и всегда будет о чем поговорить. Тебе хорошего закрытия недели, как и всем, друзья, которые смотрят за нашим совместным аналитическим творчеством. Вам тоже хороших перспективных торговых сделок и рекомендаций. И не забывайте контролировать риски. Это очень важно. То есть риск-менеджмент, друзья, прежде всего на вас. Виталий, до скорой встречи. Пока. Пока. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok